Здравствуйте, меня зовут Шпомер Владимир, я преподаватель Санкт-Петербургской школы телевидения. Сегодня я вам расскажу о таком понятии, как фокусное расстояние объектива. Дело в том, что у несведущих людей может возникнуть неправильная ассоциация, что фокусное расстояние это что-то связанное с фокусом. Это не совсем так. Фокус это отдельная тема на объективы, фокусное расстояние на самом деле отвечает немножко за другое. Фокусное расстояние отвечает за то, насколько крупно или насколько общо вы с тем или иным объективом можете брать кадр. Теперь давайте объясню. Давайте возьмем необычную, вернее, давайте возьмем простую ситуацию. У вас есть матрица и рядом с матрицей. Вы просто ставите обычную простую линзу. Это немножко упрощенная схема, но чем ближе линза будет к самой матрице, тем больше угол зрения вы можете и больше световых лучей вы можете проецировать на матрице. Чем дальше линза от матрицы, тем уже угол зрения и тем соответственно меньше световых лучей вы можете проецировать на матрицу. Так вот, это расстояние от линзы до матрицы и называется фокусным расстоянием. Грубо говоря, на расстоянии 50 миллиметров, если линза находится от матрицы, то это примерно соответствует схеме устройства объектива в 50 миллиметров. Расстояние 200 миллиметров от линзы до матрицы, это примерно соответствует схеме устройства объектива в 200 миллиметров зачем эти сложные миллиметры или зачем такая неясная картина почему нельзя просто говорить вообще покрупнее так дело в том что кино и вообще телевидение довольно точная наука и не говорят возьми объектив покрупнее говорят всегда четко возьми объектив 50 миллиметров или там 35 миллиметров и почему еще удобно использовать миллиметров дело в том что принято считать что для матрицы в 35 миллиметров угол объектива примерно равный углу человеческого зрения это 50 миллиметров то есть мы имеем уже такую-то и такую довольно ясную точку отсчета грубо говоря мы видим с вами сейчас наш угол обзора примерно соответствует объективу в 50 миллиметров если нам нужно что-то вообще снять а мы понимаем что это должен быть объектив меньше 50 миллиметров 35 18 и так далее если нужно снять покрупнее чем то что мы видим чем чем то что соответствует нашему углу обзора то это будет объективы 85 100 100 135 миллиметров по-моему это очень логично и очень понятно еще раз фокусное расстояние это расстояние от плоскости матрицы до на самом деле до последней линзы объектив это и называется фокусным расстоянием и чем больше фокусное расстояние тем меньше угол зрения объектива и тем крупнее он может снимать вообще все объективы у которых узкий угол зрения называют или длинафокусным объективом или телеобъективом а все объективы у которых широкий угол зрения широкий угол принятия информации, так что можно еще сказать, называют широкоугольными или короткофокусными. Но короткофокусными редко, обычно называют широкоугольными. То есть классификации, там грубо говоря от 10 мм до 35 мм, это широкоугольные объективы, 50 мм это портретный объектив, ну можно так сказать, портретные объективы. Почему именно 50 мм портретные? Дело в том, что на широких углах большинство объективов имеет так называемые оптические аберрации. Что такое оптическая аберрация? Это искажение. Если вы снимаете портрет на 20 мм, у вас лицо может казаться чуть полнее, чем есть в настоящей жизни. Поэтому это мало кому может понравиться. На полтиннике, на 50 мм оптические аберрации, геометрические аберрации, они сведены к минимуму. То есть картинка геометрически практически не искажается на большинстве объективов. И поэтому 50 мм стали негласно называть портретными объективами, потому что на них портреты получаются, ну, не знаю, более выгодными. А дальше длиннофокусные объективы, они, конечно, у них геометрические аберрации тоже сведены к минимуму, но там в вой вступают следующие факторы. Там меньше диафрагма, как правило, чем на полтиннике. И труднее снимать какие-то портреты с маленькой глубиной резкости, что тоже довольно ценно в портретах. Поэтому полтинник, это такая золотая середина, поэтому полтинник называют портретником. Вот такая история. А все, что свыше полтинника, 85 мм, там 70, 70, 85, 100, 35, 150, 200, это все длиннофокусные объективы. Соответственно, если вы понимаете, что вы идете снимать коммунальную маленькую квартиру, и у вас есть выбор брать с собой или 200 мм, или 35 мм, я бы на вашем месте, ну, можно взять только один объектив, я бы, конечно, на вашем месте взял бы 35 мм. Потому что с 200 мм объективом вам нечего делать в маленькой коммунальной квартире, потому что, ну, вы можете снять, встать в один угол комнаты и очень крупно снять в другой угол комнаты, и все, больше вы ничего не сможете снять. А с 35 мм объективом вы уже можете рассчитывать на то, что вы снимете какие-то общие планы. А если нужно покрупнее, вы просто подойдете. Это если мы будем говорить о объективах с фиксированным фокусным расстоянием, то есть фокусное расстояние мы не можем изменить. 50 мм, оно и есть 50 мм. Нужно крупнее подходим, нужно общее отходим. И эти объективы называются дискретными объективами, или фотографы некоторые называют их фиксами. Но существуют объективы, где вы фокусное расстояние можете плавно менять. Наверное, все видели, некоторые называют их зумами, а вообще правильных называть трансфокаторами. Грубо говоря, у вас есть объектив 100-50. Что это значит? Это значит, что вы можете поставить любое фокусное расстояние от 100 до 50 мм. Вы можете снять средний план в 50 мм, потом, не сходя с места, наехать и снять тот же объект крупнее, с объективом в 100 мм. Иногда трансфокаторные объективы удобнее, чем дискретные, потому что вы не тратите время на то, чтобы сменить оптику. Но у трансфокаторов есть другая особенность. У них, как правило, диафрагма менее чувствительная, если можно говорить о диафрагме, чем у дискретных объективов. Трансфокатор 150 будет иметь диафрагму меньшую, чем трансфокатор 50 мм. Поэтому, обычно, если есть выбор, какой объектив брать, выбираю дискретный. То есть, если не стоит выбор в цене, а стоит выбор, какие брать объективы, лучше взять отдельный объектив 100 и отдельно 50 мм, чем объектив 100-50 мм. Вот, на этом у меня все. Об остальном вы можете узнать на наших занятиях в Санкт-Петербургской школе телевидения. Спасибо. 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 Спасибо.